Захотелось, вот заиграло детство в жопе. Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня необычное видео для нашего с вами канала. Вы знаете, я против всевозможных заруб, считаю их беспонтовыми и опасными. Кстати, единственная полезная заруба, которую вы можете увидеть, случилось буквально недавно между мной и моим другом из Майами Дэнни Монтаном. Кстати, заходите к нему на канал, и скоро вы там увидите эту зарубу. Почему полезная? Потому что там будут полезные лайфхаки для вашего тренинга. И все упражнения, в которых мы зарубались, будут реально полезны. Вы можете также их использовать. И обязательно снимите что-нибудь подобное, присылайте мне, я выложу у себя на канале. Все это очень интересно. О чем сегодняшнее видео? Буквально на днях, вчера что ли, я увидел ролик Юры Спасокуходского о армейском жиме. О том, как он раньше жал в строгой форме 80 кг вроде бы на 4 раза. И не знаю почему, вроде мне уже, блин, далеко за 40, кстати, мы с Юрой ровесники с одного года. Захотелось, вот заиграло детство в жопе, извините за выражение. Захотелось мне прям почему-то это попробовать, повторить и поделиться с вами. Смогу я это сделать, не смогу. И давайте смотреть, что из этого получилось. У меня сегодня по плану тренировка дельта. И сначала я сделал 4 круга из 3 упражнений. Отдыхал между каждым упражнением минимум 30 секунд. Выполняя в каждом рабочем подходе по 15 повторений. Для чего я это делал? Несмотря на то, что это, конечно же, наверняка отнимет у меня часть сил. Но вы знаете, что плечевой сустав самый подверженный травматизму. И необходимо подготовить его к по-настоящему тяжелой, травмоопасной, подчеркну, работе. Я целенаправленно работал в 15 повторениях на задний пучок. Два упражнения, одно на средний. Для того, чтобы как можно больше крови пришло в мышцы и, соответственно, к суставу. Что такое сустав? Плечевой сустав на самом деле, друзья, это мышцы. Ротаторная манжета плеча, мышцы вращателей составляют плечевой сустав. И поэтому необходимо тренировать ротаторы. Об этом у меня есть очень много роликов. Советую посмотреть. Для тех, кто хочет быть здоровым, для тех, кто хочет оставаться здоровым и получать пользу у своих тренировок. Наполнив мышцы кровью, хорошенько чувствуя уже свои дельты, я перешел непосредственно к жиму стоя. Напомню, Юра четко подметил, что нужно сжать. Не зря жимовое упражнение убрали из тяжелой атлетики. Когда вы попробуете делать это упражнение чисто, сжать, вы поймете почему. Все очень просто, потому что сложно справиться с желанием помочь себе ногами. Подсесть, дать немножечко инерции. Организм сам прям требует этого. Но это будет уже швунг. В тяжелой атлетике боролись, боролись с этим, в конце концов убрали. И я считаю, правильно убрали. В основном именно жим больше всего травмирует поясницу. Именно поэтому, друзья, будьте предельно осторожны. Если вы новичок, нетренированный, то не старайтесь сразу ставить рекорды. Начинайте с изучения техники. Чтобы техника записалась вам на подкорку. И только после этого, потихонечку, потихонечку, плавнее, чем где бы то ни было в каком-либо другом упражнении, повышайте ваши рабочие веса. Что у меня получилось? У меня получилось легко пожать 60 килограмм. Прям без затруднений. 80 килограмм я поставил, чуть больше. Я, пожалуй, уже с трудом, но все равно чувствуя приятное ощущение работы в мышцах. И вот подошел к заветному весу. Юра как раз таки озвучил его. 100 килограмм. Но у меня блины в паундах, поэтому получилось 104 килограмма. Что будет дальше? Давайте смотреть. Хочу напомнить, друзья, что вы можете приобретать мои книги. Особенно, если вы являетесь инструктором, тренером. Если вы взяли на себя ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить эти книги. Одна книга для мужчин, другая книга для девушек. Особенности этих книг в том, что в них изложена информация, которую вы не встретите больше нигде. Это иной взгляд на тренинг, и вы обязаны прочитать его. Даже если вы будете не согласны, вы получите массу полезной информации. Вы получите информацию, которая заставит вас посмотреть хотя бы на наше с вами дело под разными углами. С другой стороны, если хотите. Немножечко страшно, конечно, друзья. Все-таки у меня травмированные плечевые суставы и поясница. Поэтому здесь я одел свой пояс. Несмотря на то, что он не тяжелоатлетический. Он, в принципе, не держит больше для сохранения тепла в пояснице. Но на психологическом уровне это будет мне помогать. Также, если вы можете заметить, на 100 килограмм я одел кистевые бинты. Просто, на всякий случай, чтобы подстраховать себя. Вы тоже можете попробовать это сделать. Можете делать без них. Это чисто ваше право. Ну что, первый подход. И уверенно жму 104 килограмма на раз. Да, действительно уверенно. Я посмотрел на видео без швунга, без помощи ног, без какой-либо инерции. Но, когда опустил штангу, она меня продавила, опустилась довольно-таки глубоко. Я почувствовал, что все, силы меня покинули. И даже второе повторение я бы не смог сделать уже чисто. И я не стал его делать, друзья, просто для того, чтобы сохранить свои плечевые суставы здоровыми. Юрок, передаю тебе привет. Спасибо за интересную зарубу. Но вам, друзья, хочу сказать, будьте предельно осторожны. И Юра не даст соврать, что это действительно одно из самых травмоопасных упражнений. Я считаю, что для поясницы при неправильной технике это упражнение гораздо опаснее при седании и становых тяг. Будьте очень осторожны. Сегодня я еще сделал одно упражнение на трицепс. Так как уже хорошо трицепсы поработали. А я люблю свои дельты совмещать с тренировкой трицепса. Одного упражнения было достаточно, потому что, кто бы вам что ни говорил, при любой работе трицепс всегда работает всеми тремя пучками. Это не дельта. И сделал еще одно упражнение уже для бицепса в строгом подъеме. Почему я делаю так, смотрите, в ближайших выпусках я расскажу. Что, друзья, всем сухой мышечной массы будьте предельно осторожны. По большому счету, не рекомендую вам принимать участие в таких зарубах. Но если вам интересно, снимите подобный ролик, присылайте его на канал ко мне. Я обязательно его выложу. Можете Юре прислать, Юра, может быть, тоже выложит у себя. Если у вас есть какие-либо интересные вопросы, если у вас есть темы, которые вас волнуют, и вы хотите, к примеру, чтобы мы у Юры Спасококотского обсудили это на канале, на совместном стриме, обязательно пишите их. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok